У Станислава Парадовского неполноценное зрение, но он самостоятельно передвигается, знает все ли работники прошли необходимое медобследование и насколько хороший обед в столовой. Для него не проблема позвонить по стационарному или мобильному телефону и даже написать смс. Говорить технологии позволяют. Станислав Петрович уже более 20 лет трудится на Криворожском УТОСе. Начинал простым рабочим, потом стал замом и дошел до должности директора. На данный момент, сегодня я вижу только свет, вижу контуры. Но это не мешает мне жить, работать и делать то дело, которое я люблю, которым я живу. На предприятии работают в основном слепые люди. Здесь они вручную собирают светильники для наружного и внутреннего освещения. Станислав Петрович попал на УТОС в 83-м, после того, как получил травму, когда работал слесарем по ремонту автомобилей. Тогда частичное зрение восстановил, но через несколько лет по ошибке врачей директор УТОСа снова почти перестал видеть. При этом он остался хорошим руководителем. Его все уважают, все понимают. И он скажет, что нужно. Например, там выходной день, когда срочно нужно отгрузить продукцию, нужно там доработать. Мы беспрекословно все понимаем, что это нужно. Мы его все очень уважаем. Ему и не нужно строгим быть. Подписывает документацию Станислав Петрович вслепую в самом прямом смысле. Он полностью полагается на своих подчиненных. Ведь без доверия здесь никак. Он обеспечивает сотрудников УТОСа заказами, чтобы предприятие не стояло, а работники получали зарплату. Организация труда хорошая. Отдых тоже ежегодно ездим на турбазу. Все бесплатно. УТОС с легкостью конкурирует с другими фирмами, а труд слепых сотрудников отмечает на уровне города и всей страны. Во многом это заслуга дружного коллектива предприятия, а где-то и его полноценного руководителя, пускай и не с полноценным зрением Станислава Парадобского. Алина Чистосердова, Евгений Нестрат, Первый городской.